Сиделец Дубровлага пытался взломать компьютерную систему колонии. Зубополянский районный суд вынес приговор 44-летнему Андрею Бесову. Мужчина отбывает наказание в Мордовской колонии за убийство и разбой. Сотрудники регионального УФСБ выяснили, что в 2018 году Бесов с использованием вредоносных компьютерных программ пытался получить доступ к служебному документообороту республиканского УФСИН. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». В итоге суд приговорил Бесова к 2 годам 6 месяцам в колонии строгого режима и штрафу в 45 тысяч рублей. Количество ДТП, виновниками которых стали пьяные водители, постепенно снижается. Так, в конце 2019 года МВД России обнародовало цифры, подтверждающие положительную динамику. Согласно их данным, за 11 месяцев этот показатель снизился на 10,9%. Однако, несмотря на это, каждая четвертая смерть в ДТП – результат пьяной езды. В Мордовии госавтоинспекция регулярно патрулирует все дорожные артерии, минимизируя риск возникновения ДТП. 7 по 9 марта дорожные патрули вновь ловили пьяных за рулем. Добрый день, товарищи. Да, я желаю. Ваши документы, пожалуйста, это у нас интересует, у нас проходят. Мочи все отлично. Рейды прошли во всех районах республики. Особое внимание инспекторы уделили самым оживленным участкам автодорог, а также особенно аварийно опасным местам. В Саранске пьяных водителей ловили методом бахуса. Это когда наряды ДПС выстраиваются в колонну и проверяют абсолютно все машины. В результате за три дня стражи порядка выявили 37 водителей, которые сели пьяными за руль. Пьяная езда не делит водителей по гендерному признаку. Отказ от подписи элементарного согласия на освидетельствование сотрудники ДПС слышали не раз и не только от мужчин. Напугало подобное предложение и автоледи-изычалок. Вам надо расписаться. Я вас принуду пройти медицинское освидетельство. Не имею права. То есть это ваше согласие. Я вам разъясняю отказ от того, что вы будете, не будете подписывать. Не буду. Отказ от освидетельствования – дело индивидуальное. Если дуть валкотестер на месте водитель отказывается, а признаки опьянения слишком очевидны, обойтись без проверки все равно не получится. Придется ехать в медучреждение. Кроме того, в данном случае инспектор имеет право наложить штраф или даже лишить право управления автомобилем. Добавлю, что на этом массовые проверки водителей не заканчиваются. В ближайшие выходные сотрудники госавтоинспекции вновь выйдут в рейд. Анастасия Целегина, Народные новости. Нашел банковскую карту, накупил с друзьями алкоголь и закуску. Теперь жителю Саранска может грозить уголовная ответственность. В полицию обратился 45-летний горожанин и рассказал, что 5 марта потерял банковскую карту. На следующий день ему стали приходить СМС о покупках на 5000 рублей из различных магазинов города. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже денег с карты причастен 19-летний молодой человек. Парень признался, что нашел карту, но вместо того, чтобы вернуть ее владельцу, отправился с друзьями в магазин за спиртным. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. В МВД по республике Мордовия напоминают, что по законодательству нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом ее собственника и возвратить вещь, либо заявить о находке в полицию. За кражу чужого имущества лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Мошенники придумали новую схему отъема денег через брендированные сайты с опросами за вознаграждение. Махинация получила название «Белый кролик». Специалисты считают, что подобное название выбрано потому, что эта афера начинается с безобидных шагов. Проходимцы в социальных сетях от имени звезд или с помощью поддельных роликов предлагают получить вознаграждение за прохождение опроса на сайте, например, банка или сотового оператора. Клиенту на почту приходят сообщения о выигрыше. Ссылка ведет на сайт без логотипов, где мошенники просят заплатить комиссию, как правило, на сотни рублей, а также назвать СВС-код или логин и пароль от интернет-банка. Эта схема не вызывает подозрений у пользователей, и ее сложно отследить службой безопасности банка. В феврале у жительницы Атимара по похожей схеме мошенники похитили с карты 10,5 тысяч рублей. По данным МВД, в России в 2019 году было совершено 294 тысячи преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с 2018 годом количество преступлений в сети выросло на 68%. По информации регионального МЧС, по состоянию на 11 марта в Мордовии подтоплены 13 низководных мостов в 7 районах республики. Специалисты связывают резкий подъем воды в реках с плюсовой температурой, дождем и активным таянием снега. На сегодня подтоплены мосты в населенных пунктах Васильевка, Красная Пресня, Рыбкино, Кавылкинского района. В Краснослободском районе под воду ушли мосты в селах Тенишево и Русская Маскино. Все подъезды к селу Русская Маскино оказались отрезаны. Спасатели организовали там лодочную переправу. В Зубовполянском подтоплены путепроводы в Киселевке и Вадовских селищах. В Вардатовском районе под большой водой скрылись мосты в Каласево и Лунге. В Атюрьевском – в селе Кишалы, а в Кадошкинском – в Больших Полянах. В Ичалковском – в селе Киргуды. За ситуацией с паводком непрерывно наблюдают сотрудники МЧС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА